Фашистские кресты, слово долг. Такую картину увидел на капоте своей иномарки житель Челябинска. Мужчина уверен, знает хулигана, а вернее хулиганку. Не готов за художество ее сурово наказать. Подробности сейчас. Вот, пожалуйста, смотрите, разукрашена машина. Внедорожник Николая Калинина окрасился в алый цвет. Рассказывает аэрозольным баллоном его иномарку изуродовали на этой парковке, прямо под окнами его офиса. Тщательно прорисовали на капоте фашистскую свастику и слово долг. Но убеждает, никому ничего не должен. Тем более женщине, которую увидел в момент преступления в метре от машины. Я увидел возле машины стоит женщина, у нее какой-то предмет был в руках незначительный, ну типа баллончика. И естественно она увидела меня, сразу в кусты ушла и на этом все. Я думаю, что эта женщина окрасила машину, потому что она, так сказать, ну, не вполне нормальный психический человек. Николай уверяет дам, а давно на него покушается, а чтобы не быть голословным установил камеру в подъезде дома. Вот на кадрах эта женщина, утверждает Николай. Вытирает ноги, а коврик перед его дверью. И сюда же метет мусор с этажа. О причинах такой нелюбви к соседу-мужчине мы решили спросить лично у нее. Ольга все отрицает и заявляет, эти кадры, видеомонтаж и машину Калинина не разрисовывала. Я работаю по суткам, я на сутках, я с работы никак не могла уйти. Клеветы ему передайте очень больше. Он все это врет. Я в данный момент находилась на сутках. Пострадавший написал заявление в полицию, намерен скоро обратиться и в суд. Иска к левите планирует подать и Ольга. Сейчас в скандальном деле разбираются полицейские. Обратился житель города Челябинска с заявлением о повреждении принадлежащего ему автомобиля. По данному факту в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Если будет доказано, что все-таки эта женщина прошлась краской по машине, ей может грозить штраф. Ущерб Николая ценил минимум в 50 тысяч рублей. Если усмотрят экстремистскую деятельность, то даме может грозить уже уголовная ответственность. А это до года лишения свободы. Праздник день военно-морского флота не обошелся без ЧП. В Мясе со скалы в озеро Тургаяк едва не рухнул моряк. Он сорвался с каменного уступа, пролетел 5 метров и оказался на траве. Вот так сотни человек в Мясе праздновали день ВМФ. Многие уже в сильном алкогольном опьянении. Пожилой моряк тоже крепко выпил и взобрался на вершину горы. А оттуда полетел вниз. Терял равновесие, скатился вниз, упал в районе цветничка. Рядом с ним буквально в метре был металлический штырь. Ограждение этого цветничка, там ленточка была натянута. К счастью, он упал рядышком. Видимо, повреждений на нем не было, но мы донесли его на носилочке до машины скорой помощи. Скорая его увезла в больницу, чтобы обследовать. Чудо! Мужчина остался жив и избежал серьезных травм, комментируют врачи. В результате оценки всех исследований, показаний для госпитализации не выявлено. Повреждений костей и внутренних органов тоже не выявлено. И мужчина был без показаний для стационарного лечения, поэтому ему было рекомендовано обратиться к травматологу по месту жительства. Казнить нельзя помиловать. Челябинский областной суд отказался сократить срок наказания виновнику одного из самых страшных ДТП за последние годы в Челябинске. Гонщику с даватора предстоит провести в тюрьме еще четыре с половиной года. В просьбе об условно-досрочном освобождении Александру Вотину отказали уже во второй раз. Весной на прошении об УДО отказом ответил Копейский городской суд. Теперь апелляцию отверг и областной. Молодой человек уже провел два года в местах лишения свободы, а полный срок составляет шесть с половиной лет. Напомню, страшная авария произошла в 2013 году на перекрестке даватора Шаумяна. Двое автомобилей Тойота Вотина и Лексус устроили гонки. В результате один из автомобилей вылетел из проезжей части и в щепки разнес остановку. В ДТП погибли двое. Женщина 35 лет и ее трехлетняя дочь. Продавец магазина, находившийся на остановке, чудом остался жив. А сотрудники медиахолдинга ОТВ вновь оказались в гуще событий. На Старой Платине и в металлургическом районе города они выполняли одно из заданий – корпоративной игры-квест. Но вместо нужного кода они обнаружили останки человека. Участники игры получили от организаторов вот такую шифрованную карту и задание. Одна из команд отправилась на поиски кода вдоль берега и обнаружила странную находку. Сначала подумали, это тот самый артефакт, про который говорили организаторы. Мы долго обсуждали, как классно, что вы там манекен положили, мы говорили, что мы там ничего не клали. Я увидел фотографию, на которой, ну, там фотографии не совсем понятно, что это тело человека. Но потом рассмотрев, видно было, что там кости торчат, и сразу было понятно, что это труп. И мы заявили в полицию. Сейчас расследованием занимаются полицейские.